всем всем а пробуем еще раз выйти на инстаграме у нас сегодня грозы я далина тот и я с вами общаюсь из среднего штата америки из флориды поэтому вот сегодня нам немножко не везет с connection если вы слышали мы объявили о том что сегодня будет передача на мой взгляд будет очень интересная программа такая чисто женская поэтому мальчишки вам наверно будет не так интересно я приглашаю к разговору всех девочек которые соскучились потому чтобы одеть красивые украшения какие-то вечернее платье все мы знаем что сейчас не так уж и просто у нас потому что видите как атмосфера такая грозная но мы соли не сдаемся мы соли не сдаемся все-таки держаться мы общаемся и сегодня у нас будет разговор я по-прежнему и дорогая ты меня слышишь привет нас вот сейчас я тебя слышу я буду тебя слышать долго ты видишь ты опять прерываешься почему-то теняюсь ты опять прерываешься к сожжи и и я не застывшим виде я уже объяснила и поэтому да ты совсем за что она тебе сегодня одета надета потому что я надета на мне я буду я буду показывать час я чуть-чуть пониже спущу чтобы видели мой наряд я видела ты в начале ты в начале сказал мальчиком будет отойди чуть-чуть я как раз увидела сегодня что что это такое это что ты надела потому что ты так... Я как-то клава тебя очень хорошо слышу. Да. Да, а я вот, ты у меня куда-то прерываешься. Но сейчас вот, надеюсь, вот ничего не трогай, сейчас вроде я тебя... Ты понимаешь, что нам надо подождать, пока прогрузится немножко интернет, во всяком случае, обещать, что будет лучше. Он уже, по-моему, прогрузился. Ты меня видишь, да? Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу и вижу наконец-то. Вот так что вот так. Я тебе повторюсь. Значит, мои дорогие, кто сейчас... Я хочу только с самого начала нашего эфира предупредить, что сегодня мы будем говорить о моде, о стиле, где можно купить очень хорошие идеи без того, чтобы потратить какие-то дикие тысячи долларов. Мы столько знаем, какие хитрые места. Мы там покупаем. И мы такие места вам сегодня будем выдавать. Так что записывайте. И второй, во время нашего эфира, который продлится от 30 минут до часа, мы будем давать вам разную информацию. А в конце этого эфира я у вас спрошу что-то, о чем мы говорили сегодня. Это может быть какой-то вопрос, который вы обязательно на него ответите, если вы смотрите нашу программу с самого начала и до конца. Ответ на этот вопрос должен прозвучать в эфире, до окончания нашего эфира. И если самый первый человек, который правильно ответит на этот вопрос, получает приз от компании «Мой секрет Байгалина» от моей компании. Ну, а сейчас начинаем. Итак, почему мы решили сделать эту передачу? Я решила ее сделать, потому что знаю, что женщины сейчас обделены тем, чтобы ходить куда-то за поковками, куда-то как бы одеваться. Но тем не менее, мы все равно без этого не можем. Потом, еще одна цель у меня. У нас в шкафу здесь очень много вещей, например, у меня, которые я давно не носила. И сейчас во время вот всех этих событий у меня образовалось время, когда я шарю по своим шкафам, и все то, что пока еще не вынесла моя дочь из этих шкафов, я нахожу и как бы комбинирую по-новому. Как это можно носить, как это можно именно, как это можно в современную моду влить, потому что у меня очень много винтажных людей. Но одеваться полностью в винтаж, я не хочу выглядеть как городская сумасшедшая, потому что это будет очень старомодно. Но так как и винтаж очень моден сегодня, за ним гоняются самые известные стилисты мира, которые работают с одежками, я обязательно его инкорпорирую в современную моду. Можно скажу одну вещь. Да, теперь скажу одну вещь. Не знаю, выгляжу я сегодня как сумасшедшая, я сегодня полностью одета в винтаж. Полностью. Значит, сейчас я встану. У тебя спортивный винтаж. А я винтаж, ты же знаешь мой винтаж. Я тяжелый винтаж. Она надела, значит, это Эдика старая вирсакеропанка. Ей 25 лет. Это его старые кортье-цепи. Ему тоже лет по 30. Это все его, кроме вот этой маленькой цепочки. А все остальные, это его вот цепи. Это я вам расскажу. Это есть такие браслеты-кортье, которые называются Love Bracet. Это у меня ключ к моему сердцу, к моему Love Bracet. Он только у меня на шее находится. То есть я его всегда ношу, как свой талисман, скажем так. А я одета. Вот я вам сейчас покажу. Вот так я надела. Это винтаж. Это мои винтаж Levi's штанишки. Вот. Так что вообще вот это вот. Джинсы. Да, тоже это 90-е годы. Варенки Levi's. Вот винтаж штаны. И я полностью с тобой согласна. Я обожаю твою винтаж коллекцию. Я постоянно до нее дорываюсь. Причем самое смешное, я с мамой уже очень много лет не живу. Но когда я захожу к маме в шкаф, я говорю, мама, где у тебя вот это? О, я даже не знаю. Как? Я вот просто не знаю. У меня какой-то запах, наверное, на это все. У меня вот реально инопланетянские какие-то детства, где находятся вещи, которые вы найдете. Я просто еще удивляюсь, что у меня что-то осталось из моей Шанели коллекции, Гучи и так далее. Оля выносит все. Молодец. Значит, что нам нечего? Абсолютно. Это Винпич Луи Виттон. Очень такой интересный болеро. Ему, наверное, лет 25. Вы знаете, что... Я уже глаз положила на него, понятно. Я знаю. Я прощаюсь. Прощай, болеро. До свидания. Прощай, болеро. Я подумала. Я уже давно не люблю ходить вот в департамент-стор. Когда-то очень, я 31 год в Америке, когда-то очень любила, когда я познакомилась, даже благодаря Толику, я познакомилась с такими именами, как Версачи, Кортье, Шанель и прочие дизайнеры. Это были потрясающие красоты и качества вещи. Я помню, когда мы ездили в Италию осматривать коллекции для магазинов, потому что у Толика были 5 магазинов в Манхэттене, и для этих магазинов мы ездили в Италию, отбирали коллекции очень известных дизайнеров. То где-то в Милане лет 30 тому назад, 29 лет тому назад в Милане ходили такие, мягко говоря, ободранные китайцы с фотоаппаратиками и фотографировали витрины. Вот, они фотографировали, и всех с этих китайцев смеялись. Их не было ни на каких шоу, они не участвовали во всем этом. Это был какой-то такой, какая-то страна даже не третьего, четвертого мира. А вот сегодня, когда я хожу в отделы high fashion дизайнеров, тех же самых, я вижу, что это абсолютно другого качества вещи. Мало кто знает, что индустрия вот этого high fashion, всех этих умопомрачительных дизайнеров в большинстве случаев куплены китайцами. Теперь они смеются над нами, потому что, к огромному сожалению, из Италии исчезли мастера, которые где-то делали ручную работу, и вещи, которые стоили полторы-две тысячи долларов, были действительно произведением искусства. Сейчас мы видим, ну вот последняя коллекция в Митче и предпоследняя коллекция в Гуче. «Толстовки с тиграми». Но настоящая китайская работа. Две тысячи долларов. За что? Я просто прихожу в ужас. И те же самые китайцы на тех же самых фабриках, на которых делаются вот эти вот толстовки, Гуче, они делаются в Китае сегодня. Все детали делаются в Китае, потом привозятся в Италию на какие-то фабрики. И те же самые китайцы на итальянских фабриках сшивают всю эту одежду, и цены умопомрачительные. И те же самые китайцы на тех же фабриках делают подделку того же самого Гуче. Вот я хотела... Ту же самую толстовку с тем же с тигром. Я еще хотела, я тебе хотела сказать и поделиться одной вещью. Я не знаю, если вы знаете или нет, но я знаю, что я тебе перебила, но у меня была своя компания одежды, где мы производили вещи, которые были экологически правильными. То есть мы производили только натуральные... Мы использовали только натуральные ткани, и мы все производили исключительно в Соединенных Штатах. То есть это было две наши самые главные концепции. Когда мы начали заниматься вот именно обработкой в том отношении, что пуговицы, то есть, допустим, самые красивые пуговицы, они сделаны из панциря черепахи. То есть когда вы делаете органическую одежду, не совсем гуманно, мне кажется, использовать пуговицы из панциря черепахи. Даже если они самые дорогие, самые красивые, считаются самой лучшей. И мы начали по чуть-чуть искать замену. На что нам объяснили одну очень смешную вещь. Вещь, которую вы покупаете и где пишется сделано в Италии или произведено во Франции, она может полностью быть собрана абсолютно везде, в любой точке мира. В Китае, в Тайване, где угодно, в Африке это не имеет значения. Сам факт в том, что последний штрих, последний заключительный момент должен быть сделан в той стране, в которой оно считается произведено. То есть по большому счету, вот к тому, что ты говоришь, многие очень вещи произведены в Китае и в Тайване, и только когда им нужно поставить этикетку, этикетку сзади, они отсылают в Италию, в Италии пришивают эту этикетку и пишут «сделано в Италии». Потому что отсылаться это будет все со счета налогов из Италии, и Китай это уже не будет иметь никакого значения. То есть вот это вот то, о чем ты говоришь, и это абсолютно чистая правда. В связи с этим, в связи с тем, что цены выросли как-то совершенно невероятно, а качество абсолютно упало вниз, потому что очень много китайской работы, очень много даже в очень дорогих вещах. Я не вижу того качества, которое было в одежде 30 лет тому назад, 25 лет тому назад. Я практически отказалась от того, чтобы покупать новые вещи high fashion. Считаю, ну, не потому что жалко денег, а деньги достаются не таким легким трудом, чтобы покупать фиджак за 5 тысяч, который сделан в Китае, и стоит в работе, вместо с материалом, долларов, наверное, 300-400, а беру за него 5 тысяч, понимаешь? Мне это просто стало коробой. И я обратилась к тому, что я стала искать сайты, где продаются очень хорошего качества все вещи, которые мы называем винтажными. Далеко не каждая вещь имеет право называться винтажными, даже если ей 25 или 30 лет. В этой вещи должна сойтись не только марка дизайнерского дома, но особое качество, особый дух той эры. И вот тогда вы находите такой бриллиант из того, из старого мира, когда действительно качество, красота, бесподобная работа, старых мастеров, дизайнерская вещь, то, что создается сегодня туда. Вот тогда это приносит мне огромное удовольствие. Я поняла, что я могу покупать великолепные вещи и при этом не тратить такие огромные деньги, если знать хорошие сайты. Их немного. И я знаю, что один из таких сайтов, который очень привлекает мое внимание, это сайт ремонта. Почему? Потому что концепция этого сайта, она основана на очень интересных достижениях последней электронной техники. Вы можете увидеть вещь, которая находится в магазине в Париже. А такие вещи, уникальные винтажные вещи, нигде, даже в это время не висят очень долго. За ними идет обхода. И вот вы видели эту вещь. И благодаря ремонте я могу немедленно эту вещь с сайта забрать и приобрести. И эта вещь приходит ко мне домой. Я уже приобрела несколько совершенно потрясающих винтажных вещей от Шанель. Я их потом покажу. Но я бы хотела сказать, я не делаю сегодня рекламу. Я просто действительно поняла, насколько важно для нашей планеты не производить вот столько много, извините за грубое слово, дерьма, которое засоряет воздух, которое потом никто не может носить, которое стоит и никому не нужно. Даже самый бедный человек не может и не хочет оттопить даже за те же 10 долларов. Мне кажется, мы должны об этом тоже думать. Давайте вернемся к тому, что уже создано, что доступно по ценам и что можно носить и восторгаться. Вместо того, чтобы, так сказать, способствовать вот этому производству очень некачественной продукции, которая в ходе производства засоряет нашу атмосферу. Вот этим, Коля моя, и не вас. Она и создала этот сайт «Ремода». Это была ее мечта. И вот сейчас я бы хотела, чтобы ты рассказала всем нам немножко подробнее об этом сайте. Спасибо, спасибо, ваша мамочка. Ну, я благодаря тебе, я с самого детства безумно люблю моду. Но даже не в том отношении, что моду. Всегда, что меня больше всего привлекало в моде, особенно в показах моды, что была индивидуальность. У нас не было социальных сетей, у нас не было так называемых инфлуенсеров. Мы все выглядели очень разными. И дизайнеры не поклонялись каким-то трендам. Они поклонялись своему вкусу. Они поклонялись своим музам. У Версачи была своя муза, у Дольче Габбана была своя муза, у Джан-Франка Ферре была своя муза, у Диора была своя муза. У них у всех были их музы. У них у всех. И вот они каждый сезон одевали эту женщину. Они каждый сезон что-то придумывали, что еще не хватает у нее в гардеробе. И на этом строилась вся модная индустрия. Потому что женщины прекрасно знали. О, я типичная Дольче Габбаны. О, я типичная Гуччи. То есть это было все по-другому. И таким образом каждая женщина была индивидуальна. Так же, как шли запахы ее духов шел за каждой женщиной, точно так же люди запоминали, как она выглядит. Сейчас этого нету. Это атрофировалось. Потому что все дизайнеры похожи друг на друга. Все носят плессированные юбки. Все поголовно сделали плессированные юбки. Все носят тяжелые плессированные юбки, которые я показывала. Это было как в Советском Союзе. Абсолютно. То есть все границы стерлись. Но даже не в этом дело. Дело в том, что я поняла. Это было очень смешно. Потому что я поняла, что огромное количество комиссионных магазинов, которые приносят свои клиенты. И поэтому каждый комиссионный магазин имеет тоже, как говорится, свое ДНК. Некоторые имеют дорогие вещи. Там очень, как же так, а-ля Маргарет Петчер, скажем так. А некоторые имеют очень хиповые вещи. Джинсы, футболки, еще что-то такое. И у каждого, некоторые имеют рок-н-ролл. То есть я поняла, что каждый магазин имеет свой ДНК. Потому что они знают своих покупателей. Они знают, кто к ним придет и что купит. И что они могут взять у своего, ну, скажем так, у своего человека, который им сдает эти вещи. То есть они знают свою кинтуру. Абсолютно. И они находятся в... Кинтуру, которая сдает вещи, кинтуру, которая покупает. Абсолютно. И они, значит... Но дело в том, что такой магазин может быть в Лос-Анджелесе, а человек может быть в Нью-Йорке. И они никогда не встретятся. И я поняла, что вот это то, что нужно. Соединить единомышленников во вкусе, которые смогут найти 90-х годов Dolce & Gabbana джинсы. Или 90-х годов Versace пиджак. То есть и с этого родилась идея. Изначально идея родилась, чтобы соединить магазины. Потому что мы очень хотели... Я очень хотела помочь маленьким бизнесам. Потому что иногда они находятся в таких местах, в которых никто не знает про них. Я была... Куда не скупает нога человека. Да. Один из таких магазинов... Это был просто склад. Я реально расскажу, что... Наши дети были в Европе, в горах. Причем в таких горах. Вы не понимаете, в каких горах. Я думаю, ни один уважающий олень туда не зайдет, в эти горы. Просто, ну просто. Он просто не покажется. Потому что в гору вот так идти нужно. Ну, конечно же, мы, любящие родители, завезли туда наших детей на три недели. Сердце мое защемило. Я говорю мужу, я говорю, Эдвард, поехали, значит, к детям хотя бы навестим один раз. Значит, мы прилетели в страну, где они были. Значит, мы прилетели... Значит, летели мы до страны с пересадкой 12 часов. Потом мы взяли машину. И потом мы 5 часов практически ехали на машине вот в такую гору, чтобы навестить наших детей на один вечер. И когда мы туда пришли, они были заняты. Я говорю, Эдвард, я сейчас умру. Вот я сейчас ягодишь и умру в этой стране. И когда мы начали с ним гулять, вдруг в одиночке стоит один магазин. Вы не поверите. Вот он размером, наверное, ну я не знаю. Я даже не знаю. Наверное, вот со спальню моих детей. И он забит такими вещами, которые, ну просто, это просто клады, клады. 60-е годы Криштиан Диор. Версачи. Этот самый, как я забыла, женщина, я забыла, вылетела вниз, Шепереля. Значит, такие вещи, которые сейчас в магазинах вы не можете найти. Они просто там висят. И я вот так вот встала возле этого магазина. Говорю, Эд, здесь вообще никого нет. Ни олени, ни волков, ни медведей. Я говорю, кому это все продается? Я говорю, куда? В горах. И в общем, оказывается, это зимний курорт, куда приезжают на зиму. Летом там просто лагерь. А зимой туда это очень знаменитый курорт. Лыжные. И туда приезжают. То есть этот магазин зарабатывает деньги только три месяца в году. Я же, конечно, с ними связалась. На Ломаном. Ну, они понимали по-английски, но не так, они лучше по-французски говорили. И они, значит, они говорят, что да, пожалуйста, мы рады, потому что мы, по большому счету, можем зарабатывать деньги три месяца в году. Ну, четыре максимум. А остальное все, оно вот так вот у нас висит. И нам это приходит... Ну, расскажи мне, на ремонте сейчас этот магазин представлен? Мы вот сейчас, они нам сейчас... Мы говорим сейчас про Швейцарию. Про Швейцарию, да. То есть в горном селении Швейцарии находится этот магазин. Так, а вот предположим, я вот уже заинтересовалась, я уже очень-очень хочу посмотреть, что там у них есть в стаке. То есть я захожу в Ремоду, да? Да. Это называется derimoda.com. Да, derimoda.com, да. Derimoda.com. Derimoda.com. Мы заходим. И что я должна нажать в поисковике? Вы можете нажать... Вот ты можешь нажать в поисковике. Там есть меню наше вот как бы... И там ты можешь выбрать по магазинам. Ты нажимаешь кнопку stores, то есть магазины, и у тебя будет список магазинов, которые нам предоставят. Я уже нажимаю. Хочу посмотреть, что продается в Швейцарии. Именно это в страну. Или нет? Нет, в страну нет. Нет, нет, нет. Можем только по магазинам. То есть вот именно магазин, ты нажимаешь на кнопку магазина, и магазин вот он тебе выходит. А там название магазинов у тебя есть, да? Абсолютно. Абсолютно, да, 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 да. То есть на месте магазина находится, и ты можешь посмотреть, что у них есть. Прекрасно. Абсолютно. Абсолютно. Я уже купила несколько вещей у тебя на Ремоде. Ты даже об этом не знаешь. Я так довольна. Я сейчас буду показывать. Ну просто, чтобы вам сказать, что это не ремонта. Но я просто вам говорю, что такое винтажная вещь. Моя любовь. У меня уже на этом тоже было. 30 лет тому назад дочь и Кабана одна из первых коллекций. Я уже не ношу мехов. Но вы видите, какое качество. Но сейчас такая вещь будет стоить 5-6 тысяч. Абсолютно. Это меховой такой палансин. Совершенно необыкновенного окраса. Конечно, моя дочь его у меня сопрёт. Но я уже, поверь мне, сопрёт. Даже не моргну глазом. Теперь смотри, что я купила на Ремоде. О! Ой, какая красота! Ты же потрясающая. Ты видишь? Бодисель. Здесь корсет стройный. Мама дорогая. Здесь стройный корсет. Очень классно. Ой, исчезла у меня. Нет, я тут, я тут. Этого корсета интернет не выдержал. Куда ты исчезла, Ольчик? Я тебя... Да, ты меня видишь? Я тебя вижу. Значит, показываю. Бодисель с корсетом. Когда я его одеваю, фигура... Ага. ...боскорная. Шикарная. Я ношу это с белыми брюками, льняными. Либо я это ношу с джинсами. Патриса. Это льмода. Ага. Дальше. Обрати внимание. Фэнди. Куртка Фэнди. Ой, это моя любовь. Я покажу Фэнди. Понимаете? Это же сейчас невозможно найти. То есть, если мы это находим, это совершенно дикие деньги. Я за абсолютно разумные деньги всё это покупаю. И это тоже носится и с джинсами, и с каким-то даже костюмом. Вот эта вещь... Оля, мне достала эту вещь. Опять исчезла. Я здесь. Я подниму. Видишь, да? Да, я тебя вижу, я тебя вижу. Так, окей. А вот эта вещь, это Шанель. Ой, это великолепно. Оля, сейчас это очень модно. Ношу с белой майкой, с белыми джинсами Армани. Красота. Очень классно. Это такая интуэнс такого лайн-чери. Но тоже, опять же, если... Я не понимаю, почему всё время мы исчезаем. Если эту вещь покупать в магазине, это 5-6 тысяч. Больше. А мы её, по-моему, купили, по-моему, за 700 долларов. Да. Что, в принципе, для Шанель... И вы знаете, что самое интересное? При помощи той же самой ремонты... У нас дико сейчас гроза идёт. Да, я слышу. Да. При помощи той же самой ремонты я могу, не теряя денег, эту же вещь продать. Абсолютно. Вот что самое интересное. Опять же, я могу через ремонт найти хорошего покупателя на неё. Вот это тот... А вот я на один-два раза... Это же великолепно. Вот это тот момент, который... Попробуйте продать то, что сделано в Китае. Вы потратили на эту вещь 2 тысячи долларов, вы принесли её домой, она не стоит 30 долларов уже, когда вы принесли её домой. Она никакая. Вот это я хотела показать. Посмотри, какая работа. Красота. Ой, это очень красиво. Это старый гинтыш Версачий. Прелесть. Просто прелесть. Очень красиво. Деланы камнями. А вот этот ижак... Ты сейчас, кстати, говорила... Окей. Ты говорила про Швейцарию, куда приезжают богатые люди зимой. А я тебе хочу сказать, что я живу недалеко от острова Памбич. Мы считаемся частью острова, но мы в 10 минутах от острова. Наша комьюнити создано брейкерс-отелем. И вот когда мы ездим на остров, на острове есть несколько очень хороших, очень сильных магазинов. Винтажная одежда. Это не комиссионки, это винтаж. И ты знаешь, что ведь на острове живут 38 официальных миллиардеров. На острове есть люди, которые когда-то носила Кеннеди, Жаквин Кеннеди. Сейчас очень много поделок делается, но вот этот был пиджак Олег Кассини. Да. Как только показываю одежду, почему-то я и считаю. Пиджаки Олега Кассини у нас можно найти. У нас охотятся, у нас приезжают на остров известные дизайнеры, которые охотятся за всеми этими новинками. Посмотри, какие вещи. Это все ручная работа. Я еще, можно, я хотела кое-что добавить, очень важный момент, который ты, кстати, затронула, я про него не говорила, потому что после того, как я начала заниматься ремонтой, и мы начали вот выставлять вещи, и у нас появились достаточно, ну, хорошие магазины, ко мне начали обращаться, частный лица, и начали мне задавать вопрос, Оля, а можем ли мы через тебя продать? Я сначала подумала, я думаю, ну, я, во-первых, этим не занималась, и потом мне люди начали объяснять, что очень часто комиссионные вот эти онлайн-платформы, которые работают частными людьми, они им дают цену. То есть знаменитый в Америке RealReal, это мультимиллиардная компания, то есть к вам приходит человек, который вообще не понимает, что он держит в руках, и они просто дают цену, потому что, ну, вот им сказали, что вот это столько стоит. Самое смешное, что даже они потом вам из этой смешной суммы дают всего 30 или 40 процентов, то есть вы на руки получаете даже не 10 процентов от того, что вы заплатили. Я хочу предупредить всех, я работала с RealReal. Значит, действительно пришла ко мне, приехала ко мне женщина, которая абсолютно не разбиралась ни в чем. Она не давала мне цены. Она увезла это все на базу, и уже там с базы они мне тихо скинули на мой имейл цены. Не предупредив меня, там есть такое. Они увезли, они поставили цены, которые они считали нужны. Если я им не ответила нет, они тут же начинают продажу. А я вообще не знала, что мне пришло. Я что, должна с компьютером сидеть или спать и смотреть, приходят ли какие-то сообщения. Цены были смехотворные. На туфли Шанель абсолютно ни разу не одеванные. Совершенно новые туфли Шанель. Была поставлена цена 275 долларов. Они ушли через 3 секунды после того, как их поставили. И, по-моему, их покупают те, кто там работает. А потом опять перепродают, но уже за более хорошие вещи. У них условия, у Ринрил очень плохие. Я с ними больше не работаю. Они создавали мои вещи за копейки. Поэтому открыли на свою компанию. Цены со мной даже не обсуждались. Вот что хотели, то они и делали. Ну вот, да, вот возвращаемся к этому. То есть это были очень частые случаи. Из этого я поняла, что наша платформа, нам позволяет, во-первых, первое, мы ни у кого не забираем вещи. За счет этого мы вам даем дополнительную возможность продать вашу вещь. Вы можете ее в то же время продавать на eBay, на пошмарке, на любых других платформах, которые, ну, в России или в любых других странах. И только потом, и только потом, если она продастся, все, что вам нужно сделать, это войти в вашу систему, где вам дается ваш логин, ваш пароль, и просто поставить в инвентурии ноль вместо единицы, которая там стоит. И оно будет автоматически снято из продажи. Это первое наше условие. Второе, очень важный момент, что у нас есть такой сервис, где тоже к вам приезжают люди домой. Опять же, они не забирают эти вещи, они их просто фотографируют. Они фотографируют по специальным стандартам и параметрам, которые нужны для нашего веб-сайта, которые, чтобы выглядело все лаконично. Это очень важно, когда, это так же, как и в еде. Вы едите сначала глазами, потому что вы не можете сначала это попробовать. То же самое и в продаже. Вам должно понравиться веб-сайт, на который вы зашли, вещи, как там представлены. Вам хочется нажать на эту вещь, чтобы просмотреть, что она из себя больше представляет. Поэтому это тоже момент. Но вы можете это сделать сами. Главное, чтобы вы знали вот эти параметры, которые мы пришлем. И опять же, мы можем загрузить туда бессмертное количество людей, которые вот просто будут выставлять свои вещи даже по одной вещи. Просто называйте себя не именем, а называйте себе так называемые магазины. Или можете называться именем. То есть это зависит от вас. И еще очень важный момент, который я тоже хотела бы тебе сказать. Я считаю это очень правильно. Когда ты, как человек, который продаёшь свою вещь, сама ставишь ей цену, а не я говорю эту цену. Конечно, ты достаточно образованный человек. Ты знаешь, сколько ты заплатила. Ты знаешь, сколько она у тебя есть. Ты знаешь, какое это состояние. Ты можешь зайти на другие веб-сайты и посмотреть что-то похожее. Я могу. Да, вот это очень важно. Я хочу на этом остановиться. Девочки, если вы хотите продавать свои вещи, те, которые вы уже не носите, вам нужны деньги или что-то еще, чтобы что-то другое купить, зайдите на сайты, которые продают эти вещи. И вы увидите, вы можете завести в поисковике «Версачи» джинсы или «Версачи» рубашка, предположим, 1997 года, 2000 года. Это уже тоже может быть, Клинтыч, да? Да, да. 25 лет тому назад. Вы совсем забыли. И вы заводите, и вы видите, за сколько приблизительно эта вещь продаётся. Потом посмотрите на то, в каком состоянии эта вещь, в какой кондиции. И уже за счёт этого ставьте свою цену. Потому что, типа, будете ставить цену, которую вы считаете нужным, я не думаю, что это продадите. Абсолютно. Как ты думаешь, ой, ты чёрт побери, я столько заплатил денег, я ни за что не продам. Да. Так вот, сейчас какой-то совет можешь дать тем, кто смотрит нашу программу, потому что я хочу, чтобы эта программа носила не только познавательный, но и какой-то полезный, в общем-то, смысл. Важный, конечно, один из... очень важных смыслов. То есть, никогда не бойтесь vintage, никогда не бойтесь second-hand. Это очень важный момент. Вы можете таким образом подчеркнуть свою индивидуальность. Вы можете найти это в своём шкафу. Вы можете найти это в шкафу своего мужа. Вы можете найти это в шкафу своей мамы. Вот. То есть, и никогда не бойтесь этого искать. И вы на самом деле можете очень много и очень познавательного найти и увидеть то, что на самом деле, как говорится, кому-то не нужно, а для кого-то это находка всей жизни. То есть, вот так оно и есть в этой жизни. Так оно и получается. И очень-очень важный совет. Это опять же, всегда помните, что так же, как и в машинах, так же, как и в многих вещах, как только вещь выходит из магазина, цена её, к сожалению, уже девальвируется. Но... Но это не касается сумм от Гермес. Это единственное. Абсолютно. Вот это абсолютно. Это... Это одна... И то же самое Шанель. И да. Есть шансы, которые растут в цене. Абсолютно. Но ты знаешь, вот так же, как и в Шанеле, так же, как и в Гермесе, есть определённые модели, которые всегда ценятся. Есть модели, которые просто, ну, как бы, толку от них будет мало. Но это всё... Это всё неважно. Это важно к тому, что для вас значит эта вещь. И что вы... Ольга, например, нас сейчас слушают женщины, у которых, ну, забиты шкафы, теми же сумками Гермеса, какими-то Шанелями, Манелями. И не хотят они работать с Милл, а хотят они продавать через, предположим, твой сайт Де Ремота. Абсолютно. Что ты посоветуешь делать? Очень легко. Когда вы заходите к нам на сайт на Де Ремоту, вы можете нам написать имейл. У нас есть имейл. Вы можете написать info at theremota.com. То есть и вам моментально в течение 24 часов, это максимум, вам обязательно ответят. С вами свяжутся либо по телефону, если вас это устраивает, либо по имейлу, как вас это устраивает. И мы уже можем договориться. Либо мы вам пришлём человека, который может прийти, сфотографировать. Потому что вот у нас есть женщина, у которых 3-4 вещи. Она говорит, ну, как бы, вы знаете, мне не обязательно, чтобы ко мне кто-то приходил. Я могу сама сфотографировать. Вы фотографируете эти вещи и посылаете нам на имейл. Всё, что вам нужно сделать. Мы уже, наша команда merchandising, они делают, то есть полностью обновляют эту фотографию и ставят её на веб-сайт. Вам присылается пароль, ваш код, куда вы можете зайти и туда выставить вашу цену и всё, что вам нужно. Это как бы и описание, которое вас интересует. Либо мы можем сами сделать. То есть у нас есть два образа. Либо вы это делаете сами, либо для вас это кто-то делает и просто курирует полностью ваш кафт. То есть это в зависимости от того, как вам удобнее. И этот куратор, это человек, который будет заходить к вам на веб-сайт, который будет ставить эти вещи, который будет ставить цены, которые вы им скажете, который будет убирать, как только эта вещь продастся. Либо где-то, либо мы её продадим. То есть и будет следить за тем, чтобы все выплаты были вам сделаны. Выплаты выходят каждые 30 дней, они переходят просто вам на счёт автоматически. Как только ваша вещь продана, она автоматически просто приходит к вам на счёт. И всё. Отлично. Поэтому, да. То есть достаточно просто. Достаточно просто. И вот мы стараемся. Очень интересный тоже момент, который мы добавили для нашего веб-сайта, это мы подбираем даже уже луки, которые вот, допустим, вам понравились. То есть образы, не луки. Образы. Образы, ты правильно сказала. Перки, сетапы, брюки, брюки. Да, мы вам советуем, с чем вы можете носить какую-то вещь. Я очень рекомендую Олю. Честно говоря, не потому что моя дочь, честно говоря, она в этом просто мастер. Я говорю, не такой мастер. Я вижу одну вещь. Я знаю, чем её можно миксить. А вот Толя, своим Морлиным взглядом, мама, вот это котёл, вот эту сумку, вот эти туфли, сразу всё преображается. Она очень хорошо в этом. Спасибо большое. Очень большое значение для тех женщин, которые любят эклектику, которые, например, могут прекрасно. Я обожаю, например, очень glamour, такой style. Но это сейчас не модно. Поэтому я люблю эклектику, всякие вот такие glamour, очень нарядные вещи. Я одеваю вместе с простыми джинсами, либо со сникерсами, что-то такое. И этот микс сейчас очень-очень моден. Сейчас, завершая... Ты хочешь ещё что-то добавить, дочке? Нет, у меня всё. Завершая сейчас нашу программу, я хочу задать вопрос. У Оли на шее висит ключик. Отчего этот ключик? Как называется? Изделие какой фирмы открывает этот ключик? У вас есть буквально одна минута. Подумайте. То, что правильно ответит на вопрос. Какое изделие какой фирмы, могу только чуть-чуть сказать, это ювелирное изделие, открывает ключик Оли, который висит у неё на шее. Вот у нас есть... Так, картия. Картия. Именно картия, правильно. Да. Картия. Это ключ, это изделие картия, браслет. Love bracelet. Браслет. Абсолютно. Love bracelet. Love bracelet. Да. Все, значит, у нас есть человек, который будет... Да, вот угадала. Я вас поздравляю. Мы вас поздравляем. Пожалуйста, ко мне в личку, в Facebook, скиньте ваши координаты, и у вас будет приз от нашей фирмы «Мой секрет Байгалина». Я поздравляю всем, кто были сегодня с нами. Я надеюсь, вы узнали что-то новое. Если есть вопросы, вы можете их задавать, и мы обязательно на них ответим. К тем счастья, любви, когда-нибудь весь этот кошмар кончится, и мы всё равно выйдем в мир красивыми и нарядными. Всё, девчонки, целую всех. Оля, целую вас. До свидания. Пока-пока всем. Продолжение следует...